Кому вообще нужен люкс, когда масс-маркет настолько крут? Но далеко не весь масс-маркет крут, поэтому сегодня я вам расскажу о своих находках, которые я считаю, что вполне дотягивают до уровня люкса, вернее даже не то, чтобы дотягивают, они на нем находятся или зачастую даже лучше. У меня возникла идея создания этого видео после того, как я получила комментарий от своей подписчицы, где она писала, что ее радует, что я действительно пользуюсь какими-то более бюджетными продуктами, которые я рекомендую. В смысле? На самом деле для меня абсолютно все равно, какая цена продукта. Если он работает классно, все, это единственное, что для меня имеет значение, потому что когда это у тебя на лице, важно, как это у тебя на лице выглядит. Ты же не будешь говорить, вот это вот Шанель, обратите внимание, а вот здесь у меня Диор. Ну, как бы, естественно, так никто не делает. Когда это находится у тебя на лице, никто не знает, что это за бренд. Самое главное, как это действительно выглядит, как это держится и насколько тебе это подходит. Но перед тем, как я вам расскажу обо всем, что сейчас находится у меня перед глазами, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал. И также, если вы не хотите потерять мои видео, даже если вы на меня подписаны, обязательно нажмите колокольчик. Новые правила ютюба, очень жесткие. Если не нажат колокольчик, то даже если вы на меня подписаны, вы можете мое видео в подписках не увидеть, к сожалению. И давайте приступать. Это видео я назвала топ-5 или как-то так, но на самом деле я тут немножко не 5 продуктов выбрала, здесь немножко больше, но они такие, знаете, или-или. То есть и то, и другое вам вряд ли понадобится. Первое, это брови. Я уже очень давно не пользовалась каким-то люксом для бровей, потому что раньше, если та же, вот, например, Анастасия Берли Хиллс, да, Брау Уиз, которая у меня сейчас просто валяется, я ее не пользуюсь, хотя он у меня есть. Сейчас моими огромными фаворитами являются два карандаша. И первый беленький это Color Pop из серии конкретно Брау Босс. У них есть и другая серия, но она чуть-чуть, на мой взгляд, похуже. А вот этот Брау Босс, это просто незаменимый карандаш для меня. У меня оттенок Dark Brown, и я вот сейчас уже заказала третий такой карандаш, то есть действительно он мне настолько нравится, что я просто вообще не могу без него. Самое главное в карандаше для бровей, это его цвет. Если вы находите цвет, который вам подходит, все, вы уже половину дела сделали. Он настолько классный, он именно вот такой вот нейтральный коричневый, нейтрально-темно-коричневый. У них очень удачные оттенки, как совсем блондовые, так и средние оттенки, оттенки Шотена. Но почему я показываю вам два? Потому что сейчас я использую именно эти два карандаша в тандеме. Второй я использую Vivienne Sabo Brow Arcade, и это третий оттенок. Этот немного более теплый, и мне нравится их сочетать, и вообще в принципе мне нравится сочетать разные тона. Вы если смотрели хоть один мой мастер-класс, там где я выполняю макияж на модели, я всегда использую как минимум два карандаша, потому что вот это сочетание нескольких тонов, оно выглядит очень естественно. И если просто одним цветом замазать, то вроде бы как и ничего, но вот если соединяешь два цвета, то это выглядит более естественно. И вот этот вот третий карандаш, чем мне нравится, в нем присутствуют, хотя он и темный, но в нем присутствуют теплые тона, и так как волосы у меня, я не знаю, насколько это видно при таком искусственном освещении, но когда на солнце, они прям горят вот таким вот каким-то красноватым цветом, то есть у меня хоть и темный цвет, но он очень теплый. И вот когда соединяются вот эти два карандаша, нейтральный и теплый, то выглядит это, на мой взгляд, красивее всего. И с бровями мы еще не все, хочу показать вам еще один продукт, который, на мой взгляд, является аналогом люкса, а именно Benefit Gimme Brow. Я вам сейчас показываю тушь для бровей от Golden Rose, которая называется Tinted Eye Brow Mascara, и у меня конкретно оттенок номер 6. Единственное, чем это отличается от Benefit, это то, что в Benefit Gimme Brow есть ворс, но лично мне этот ворс всегда мешал. Когда я пользовалась, мне не нужен ворс, потому что у меня, в принципе, брови сами по себе неплохие, а там, где брови не очень, то этот ворс тоже особо сильно ничего не меняет. Но в то же время прелесть такого продукта в том, что он очень хорошо прочесывает брови и ставит их так, как вы хотите. Я обычно делаю их более такими мохнатыми, и мне нравится, как это выглядит. Опять-таки, это выглядит очень естественно. Они не зарисованы прям какими-то такими сплошными линиями. Это уже, кстати, вышло из моды, это является антитрендом, когда брови вот просто как две нарисованные полосочки. И сейчас я даже смотрю, что форму делают не такую прямую и не такую правильную, как раньше. И вот такие всякие моделирующие гели, они очень круто вот такой вот эффект создают. Дальше хочу вам рассказать о своей просто всепоглощающей любви к хайлайтерам. Когда я нахожу классный хайлайтер, все, у меня просто жизнь удалась, макияж удался, я очень люблю сияние кожи. Может быть, для кого-то это кажется излишним, но мне очень нравится. И я сейчас говорю о вот этих двух хайлайтерах. Первый это L'Oreal, жидкий хайлайтер, который называется Glow Mon Amour. И конкретно вот этот вот первый оттенок Sparkling Love, я могу его использовать просто от затылка до пят, вообще полностью им обливаться. И чтобы вы понимали, он у меня появился недавно, но уже вот так вот я израсходовала его, то есть вот где-то почти сантиметра уже нет. Потому что реально это хайлайтер, который я могу использовать на лице, на теле, на руках, на ключицах, на ногах, на любом участке тела. Это выглядит реально очень красиво. У него очень тонкая, легчайшая, маслянистая текстура. Когда вы его наносите, абсолютно не видно, что где-то что-то нанесено. Полностью сливается с кожей. Такое впечатление, что это становится частью твоей кожи. Это не отдельный продукт, это именно часть твоей кожи. Он не подчеркивает текстуру, у него нет каких-то видимых блесток. В принципе, практически все то же самое. Я могу сказать о хайлайтерах от Golden Rose. Это новые хайлайтеры из линейки Merrill's. У меня два оттенка. У этих хайлайтеров тоже очень легкая текстура, но все же она немножечко более плотная, чем тот же L'Oreal. Если L'Oreal это прям вообще вот маслица такое тончайшее, то вот это чуть-чуть все-таки немножко более плотная текстура, но все равно это тоже растушевывается прям незаметно. И отличие еще в том, что Golden Rose сияет все-таки немножко больше, чем L'Oreal. Если L'Oreal это все-таки выразительное сияние, вот сейчас у меня L'Oreal на скулах, но оно какое-то мягкое, то вот это немножечко, немножечко более металлическое, немножечко более выразительное. И такой формат, конечно, более неудобный для тела, потому что здесь все-таки намного меньше продукта, и это рассчитано конкретно для лица, в то время, когда вот этим продуктом можно пользоваться абсолютно где угодно. Теперь давайте поговорим о зоне под глазами. Если вы замечаете, что любой консилер, который вы наносите, делает эту область очень сухой, и вроде бы как тонально перекрывает проблему, но нет какого-то эффекта освежения, то вам однозначно нужен консилер от Maybelline. Он сейчас называется Instant Anti-Age Eraser, и у меня это конкретно оттенок номер пятый, Brightener. Это очень-очень-очень-очень-очень светло-розовый консилер, вернее, даже это можно назвать корректором, скорее, нежели консилером. Я с этим продуктом знакома очень давно еще, когда он только появился, я его заказывала, безумно любила, и вот недавно он мне попался в магазине Lady Makeup, и я думаю, закину его в корзину, проверю, действительно ли он настолько хорош, насколько я помню это. И с тех пор, как он мне пришел, я его просто не выпускаю из рук, потому что он очень красиво освежает зону под глазами, действительно именно освежает. Еще один косметический продукт, без которого я просто не представляю свой макияж, это бронзер. Бронзер всегда был моей огромной любовью, когда я еще не знала, что такое бронзер, я всегда использовала тональные основы темнее, потому что мне хотелось чего-то добавить на лицо, чтобы не выглядеть настолько бледной и настолько плоской, поэтому, когда я поняла, что существует такой продукт, как бронзер, все, я его схватила и больше не выпускала из своей жизни. И сегодня я хочу вам рассказать о своем фаворите, который является, наверное, лучшим, что я вообще пробовала за всю историю использования косметики, но этот продукт немножко более дорогой. Это все-таки не люкс, но это скорее, наверное, middle market. И, если честно, мне не хотелось в это видео запихнуть, знаете, лишь бы что-нибудь, потому что это дешево. Так вот, бронзер, который я считаю просто невероятно красивым, самым лучшим, наверное, из всего, что я когда-либо пробовала, это вот эта вот четверка от Гош. Вот посмотрите на мою предыдущую упаковку, особенно на вот эту вот ячейку. Короче, я дотерла этот продукт до конца. Вот просто вот каждый малейший миллиграмм, который здесь был, я вытерла на свое лицо. Да, возможно, эти три продукта не дотерты до дырки, но насколько красивый вот этот бронзер, это просто невозможно передать. Я чаще всего пользуюсь как раз-таки вот этим бронзером, но также я очень часто пользуюсь и вот этим скульптурирующим средством, но его нужно действительно очень мало, то есть его, мне кажется, очень сложно израсходовать прям до дырки, до конца, поэтому я им пользуюсь мало. Что касается хайлайтера и румян, они здесь откровенно слабоваты, поэтому если для вас вот эта цена, это слишком дорого, как ради одной единственной небольшой ячейки, я могу это понять. Он невероятно красивый, он выглядит именно правдоподобным загаром. Вот по-другому не скажешь. Вот как только его наносишь по всему лицу, лицо становится скульптурным и намного более каким-то свежим. После этого продукта реально такое впечатление, как будто я только вернулась с отпуска где-нибудь на Бора-Бора. Но, как я и сказала, если для вас все-таки цена Гош достаточно большая, как для одного продукта, то я вам хочу порекомендовать супер бюджетную вещь, которая тоже как бы палетка, но там опять-таки все ради бронзера. И я сейчас говорю о палетке вот этой вот Makeup Revolution, называется она Renaissance Glow. Посмотрите, что я сделала с этим бронзером. Он у меня тоже почти закончился, тоже очень классный продукт. И вот это действительно стоит просто копейки. Но опять-таки здесь хайлайтер, вот здесь он наоборот другая проблема. Там он деликатный, а здесь он прям такой конкретный металлик. И он подчеркивает текстуру, ну как бы не он так себе. Но его в принципе можно использовать как тень. Вот на глазах он выглядит красиво. И вот как хайлайтер по типу там под бровь, во внутренний уголок глаза, это тоже будет выглядеть красиво. Но звезда здесь это однозначно вот этот продукт, потому что опять-таки очень красиво выглядит, но это не совсем бронзер, это что-то среднее между корректором и бронзером. Вот за это я его особенно люблю, что он не слишком теплый, чтобы имитировать как бы загар, но и не слишком холодный, чтобы выглядеть какой-то тенью или грязью на скуле, или там, куда вы будете его наносить. Это что-то действительно среднее. Последняя моя любовь это пудра. Но не просто пудра, потому что она очень уникальная. Я сейчас говорю о пудре от Pixi, которая называется Flawless Finish Powder. Если вам нужно продлить стойкость макияжа и заматировать, то это не ваш продукт, он вам скорее всего не понравится. Я ее закрепляю как праймер на веках, так и консилер под глазами. Я и закрепляю центр лица, для того, чтобы меньше блеска какого-то появлялось, но в то же время эта зона оставалась естественной. Не слишком сияющей и уж точно не матовой. Вот эту пудру я рекомендовала абсолютно всем, кто немножко постарше, кому уже не нужно матирование, а кому нужно сохранить лоск кожи. Но это все. Я очень надеюсь, что вам понравились мои рекомендации. Обязательно напишите мне, что вы считаете своей коллекцией лучше, чем люкс, и вот чем вы пользуетесь, и вот абсолютно даже не хочется ничего дороже покупать. И, конечно же, если вы еще до сих пор не подписаны на мой канал, конечно же подписывайтесь. Это можно сделать вот здесь вот. И если у вас еще есть пару минут времени, посмотрите какие-то другие мои видео, которые сейчас вам YouTube рекомендует, а я уже на этом буду заканчивать. И мы с вами увидимся в новом моем видео очень скоро.